Как с цепи сорвался сегодня ветер, буйствовал на территории всей страны, срывал крыши, валил деревья, обрывал провода, оставляя без света тысячи жилищ. Порывы достигали 80, а то и 90 километров в час. Горячая выдалась пора для спасателей, которые едва успевали на вызовы. Больше всего вызовов получили спасатели из Неспаренского, Сорокского и Колоражского районов, где деревья под мощными порывами ветра обламывались, как спички. В Страшенах даже рухнул каменный забор. Сунгенской пятиэтажки сорвало крышу. Та же беда в лицее села Пеструен Теленежского района и Политехническом колледже в Бельцах. В Дурлештах дерево рухнуло на остановку. К счастью, никто не пострадал. Тут же с одного из зданий сорвало десятки листов шифера и вентиляционную трубу с крыши. Прошелся шквалистый ветер и по столице. Сильные порывы ветра несколько часов лист за листом срывали обшивку со столичного торгового центра. У национального дворца имени Николая Сулак конструкция, на которой обычно вывешивают гигантские афиши, рухнула на припаркованные там машины. Расстроенные автовладельцы признались. Оставили своих железных коней именно там, потому что рядом нет деревьев. Поехали. 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 В национальном дворце действительно пообещали найти средства для возмещения убытков. «Сказать о каких-то моментах технических я не смогу. Мы будем поднимать наши договора, мы будем смотреть, с кем мы работали, кто это делал. Будем в контакте с теми, кто пострадал, для того, чтобы мы могли связаться или они нам предоставят информацию о своих страховых компаниях, для того, чтобы мы могли скомпенсировать и выйти из ситуации той, которая должна быть достойна». Сегодня днем мэр Ион Чабан попросил экономических агентов убрать рекламные панно, которые могут упасть и представляют опасность. По его словам, коммунальные службы занимаются ликвидацией последствий. Не прекращая, работали сегодня и ремонтные бригады поставщиков электроэнергии. По стране из-за обрыва проводов без света остались 66 населенных пунктов в 13 районах страны. Также из-за погодных условий вынуждены были прекратить на некоторое время работу паромный пункт пропуска Маловато, а также КПП Сорока и Касауц. Граждан в этот период перенаправляли на другие пункты перехода границы.